Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сельскохозяйственное производство – это ключевое условие нормальной жизни на селе, развития села. Поскольку есть сельское хозяйство, значит, есть и работа у сельских жителей. Но, конечно же, не все село поголовно работает в сельскохозяйственном предприятии. Даже когда это сельхозпредприятие передовое, развитое. Есть и другие направления развития села. Вот о том, в каком направлении развивать наши сельские районы, недавно говорили в Большеболдинском районе. Вместе эти красивые ухоженные буренки дают в день по 25-26 тонн молока. Пушкинское сельхозпредприятие – самое крупное в Большеболдинском районе, а его продукция – молоко и семена, востребованы и за пределами региона. Производство по максимуму роботизировано. Подготовила корову, подмыла, струйки сцедила, подаяла, как ее махнула после дойки. И справиться, там я смотрела, как что, подоилась, не подоилась корова. За столько лет привыкли, нравится, много лет уже здесь, больше 20 лет. Стабильность, зарплата, условия все-таки механизировано большинство, автоматически все. Сейчас на территории предприятия строится новый комплекс на 624 головы с доильным залом. Современное оборудование сделает процесс доения для животного максимально комфортным. Коровы будут давать еще больше молока. Кроме того, новый комплекс даст возможность создать десятки рабочих мест. Самое современное оборудование – это высокотехнологичное. Здесь готовятся специалисты более высокого уровня. Идет высокий уровень компьютеризации. Ну и надеемся, что вот таким вот оборудованием и работа в таких условиях привлечет молодежь. И молодым людям не надо будет уезжать в город, а здесь они могут найти квалифицированную, высокооплачиваемую работу. Предприятию оказывается господдержка. Объем инвестиций – 230 миллионов рублей. Мы сейчас обсудили варианты дальнейшей поддержки, причем не только в части молочного животноводства. Обсудили сейчас различные варианты поддержки в части семеноводства. И ожидаем, что действительно совместные такие усилия дадут уже такой еще более серьезный эффект. Сельское хозяйство – это 60% экономики района. Второе – динамично развивающееся направление – туризм. В прошлом году в старинном русском селе побывало 130 тысяч гостей. Это своего рода рекорд. На встрече с заместителем губернатора Андреем Саносяным предпринимателем обсуждали перспективные проекты, которые нуждаются в инвестициях. Один из них – строительство эко-деревни. Это создание таких частых эко-резиденций для жителей мегаполисов, чтобы они могли уехать в регион, окружить себя садом. Мы сами этот сад для них создаем. Наша управляющая компания его поддерживает, обслуживает. Может даже птицу домашнюю, какой-то домашний скот кормить, содержать время, пока человек может находиться на работе. Я считаю, что наш проект будет способствовать увеличению численности сцеления района, вот именно Большеболдинского района, потому что это уникальный такой формат и хорошее ценовое предложение. Здесь мы обсудили проектов более чем на 1 миллиард рублей. Соответственно, это тот объем инвестиций в проекты, которые будут реализованы в ближайшее время на территории этого района. В планах также развивать в Большеболдинском районе фермы, большие и маленькие, предприятия по производству кормовых добавок, создавать оздоровительные центры, новые кафе и точки торговли. Все, что сделает район еще более привлекательным для туризма и для жизни. До начала весенних полевых работ остается максимум полтора месяца. Уже в середине апреля обычно в Нижегородской области техника выходит в поле, начинается барнование многолетних трав, подкормка о зимах, а там уже к майским праздникам и посевная. Сначала сеет зерновые, затем сахарную свеклу, кукурузу, картошку. С итогом 2020 года Нижегородская область вошла в тройку крупнейших производителей картофеля в России. Например, такое сельхозпредприятие, как «Аксентис» городецкого района, вообще лидер в стране по производству и продаже семенного картофеля. Кстати, о картофеле. Каждый год в Суздале проходит заседание российского картофельного клуба, на котором обсуждаются актуальные вопросы, которые касаются производителей картошки. На заседание этого клуба побывала и наша съемочная группа. В зале треть всех производителей картофеля России, причем самых крупных производителей. Здесь же руководство Картофельного союза России, представители торговых сетей, ученые, поставщики семян, удобрений, ну и, конечно же, средства защиты растений, поскольку организатор этого мероприятия – компания «Байер» – один из мировых лидеров в защите сельскохозяйственных культур. Цель сегодняшнего участника нашего клуба – это получить качественный, продовольственный и семенной материал. И непосредственно все участники клуба – это и наука, это и отраслевые компании, это и сельхозтоваропроизводители, и семенного картофеля, и продовольственного картофеля – забираются здесь, чтобы обменяться опытом и получить какие-то знания, что можно применять именно в своем производстве. Картофельный клуб «Байер» – это семинары, конференции, полевые испытания, научные открытия, продвижение интересов сельхозпроизводителей на всех уровнях власти. А также это общение и выработка общей стратегии развития отрасли. Сюда приезжают основные игроки, основные производители картофельного рынка, принимают участие. И, соответственно, мы можем как с ними общаться, так и делиться новостями, обсуждать какие-то позитивные моменты, обсуждать какие-то сложности при производстве. Как со специалистами отрасли, специалистами компании «Байер», так и с нашими производителями, с нашими покупателями. Люблю посещать мероприятия, организованные компанией «Байер». Это достаточно очень компетентные эксперты, с которыми можно пообщаться, получить информацию, которую ни в интернете, ни в прессе не получишь. Только от живого общения. Это коллеги, которые приезжают сюда, потому что мы все достаточно очень сильно заняты. Особенно, когда начинается сезон, то вообще просто нет времени для поезда куда-то или личного общения. А тут такая площадка, на которой мы можем общаться, делиться результатами сезона, делиться своим опытом. Здесь очень хорошая информационная площадка с очень высококвалифицированным уровнем подачи информации. И есть круг общения, на котором можно задавать вопросы и коллективно находить на них ответы. Помимо того, что здесь дается колоссальное количество информации, полезной для нас, производителей, также здесь можно пообщаться со всеми ведущими картофелеводами, с научными деятелями, узнать для себя что-то новое, своим опытом появиться. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, они обязательны. Особенно в нынешний период. Год поднимет, это как глоток свежего воздуха. За последние 7 лет Россия из импортера картофеля превратилась в его экспортера. И в этом тоже есть заслуга картофельного клуба «Байер». Требования к качеству картофеля за рубежом очень высокие. Причем для разных целей нужен совершенно разный картофель. Производители чипсов заказывают крупные, неразваривающиеся удлиненные клубни. Покупатель в магазине предпочитает среднюю фракцию округлой формы, при этом чтобы картофель хорошо разваривался. Вырастить картофель на заказ с нужными свойствами сегодня возможно только используя современные средства защиты растений. Компания «Байер» является одним из основных лидеров и большинство препаратов, которые сегодня были представлены и Константином Анатским, и другими специалистами. Безусловно, они присутствуют как на рынке, так и в нашем производстве. Линейка препаратов достаточно большая, обширная у «Байера». Поэтому использование всей линейки препаратов позволяет решить практически все задачи картофелеводства. Самые топовые сейчас препараты, естественно, это протравители класса «Эместо», «Эместо Сильвер», «Эместо Квантум». Достаточно долго мы ждали выхода нового препарата «Антракол». Будем, я думаю, активно его использовать в своей программе защиты картофеля. И заканчиваем использование препаратов уже непосредственно, даже есть моменты после уборки картофеля, при протравлении закладки на хранение. «Байер» не просто производит и продаёт средства защиты растений. Компания сопровождает свой продукт. Консультанты «Байер» по первому звонку готовы выехать в любое сельхозпредприятие страны и помочь хозяйствам разобраться в их проблемах. Но чаще выезд даже не требуется. Квалификация специалистов «Байер» такая, что они могут снять большую часть вопросов по телефону. Эксперты компании «Байер» достаточно высококонфлицированные, и их помощь неоценима на самом деле. Потому что бывает, что каждый сезон – это особенность, как будто с нуля, как будто первый раз. И ты постоянно сталкиваешься с проблемой, которой вроде ещё в том году не было, и позапрошлый год не было. И мы каждый раз открываем что-то новое и совместно с компанией «Байер» решаем эту проблему. Это очень ценно. Ни одно сельхозпредприятие не выращивает картофель как монокультуру. При возделывании второго хлеба используется как минимум четырёхпольный севооборот. А это и зерновые, и бобовые, и кукуруза. И всё это тоже требует защиты. Севооборот, особенно в семеноводстве картофеля, занимает такую основополагающую роль в качестве семян. И как и выбор культур, так и выбор препаратов является обязательным. И подход должен быть программный, качественный. Поэтому мы тоже большую часть препаратов используем на компании «Байер» на всех своих зерновых и бобовых культурах. С компанией «Байер» мы работаем комплексно. У нас все в обороте. Те системные решения, которые предлагает компания «Байер», компания «Байер», они применены, можно сказать, что повсеместно. То есть и на предшественниках, таких как кукуруза, мы работаем продуктом «Байер», в частности гербицидом, что позволяет иметь достаточно чистое поле и не снижает потенциал непосредственно кукурузы. Любой вирус со временем мутирует, приспосабливается к неблагоприятным для него условиям, становится более устойчивым к средствам защиты растений, которые применялись на этом поле несколько лет подряд. Потому компания «Байер» каждый год выпускает новые продукты, способные эффективно бороться с болезнями, вредителями растений и сорняками. Плодотворный 2020 год, начало 2021 года, было по полученным регистрациям. Мы получили два препарата на зерновые культуры, то есть уникальный продукт «Велосити Пауэр» и протравитель «Гаучуэева». И также мы получили регистрацию на уникальный тоже гербицид для кукурузы, который можно применять в том числе на родительских линиях кукурузы, на сладкой попкорновой кукурузе, потому что применение стандартных сульфанилмычуина или гормональных препаратов, к сожалению, уничтожает такие типы кукурузы. А как раз препарат «Лаудис» позволит бороться с сорняками на таких специфических культурах. Более того, инновационные средства защиты растений от компании «Байер» не просто борются с различной заразой на полях, но и дают дополнительное питание культурным растениям. Например, препарат «Антракол», который в этом году выходит на российский рынок, не просто фунгицид защитного действия, он дополнительно дает растению легкоусвояемый цинк. «Антракол» содержится в своем составе 157 грамм на килограмм препарата, легкоусвояемого цинка, который тоже можно использовать по факту, как дополнительное питание растению для получения большей товарности и урожайности. А значит, что затем в картофеле, как в продукте, который я покупаю в магазине, также будет повышенное содержание цинка, и он будет действовать еще и как витамин? «По факту да, так и происходит. Соответственно, не нужно после употребления такой продукции дополнительно, допустим, использовать мультивитамины или покупать переработанную пищу, заранее обогащенную цинком, железом или кальцием». Ежегодно первые собрания участников картофельного клуба «Байер» традиционно проходят зимой в Суздале. А уже через месяц начнутся зональные встречи. Сначала на юге страны, где в поле выходит уже в конце марта, а затем и в более северных регионах. А в середине лета, по уже так же сложившейся традиции, планируется провести крупные мероприятия с участием производителей картофеля со всей страны в Нижегородской области. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы, после чего продолжим рассказ о селе и его обитателях. И отправимся на ферму коровам. Продолжаем программу. Помню, в конце 90-х губернатор Нижегородской области Иван Петрович Скляров поставил перед сельхозпроизводителями региона задачу «Надоить от каждой коровы 3000 килограммов молока в год». В 2000 году эту задачу выполнили. По итогам 2020 года каждая корова Нижегородской области надоила 6680 килограммов молока. И по всем предпосылкам в 2021 году этот показатель будет еще выше. Итоги работы молочной отрасли подводили на общественном совете при Министерстве агропромышленного комплекса Нижегородской области, который проходил в Городецком районе. А заодно на базе Городецкого молочного завода сельхозпроизводители знакомились с современными технологиями переработки молока. Ведущие руководители сельхозорганизаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, деятели науки, депутаты и журналисты были приглашены в Городец. Первая тема встречи – это обсуждение в ходе экскурсии на местный молокозавод рекорда Нижегородской области по производству молока в прошедшем году. Хозяйка молочного гиганта, принимающего это еще один рекорд – 220 тонн молока только высшего качества в день от 23 сельхозпроизводителей, визиту огромного количества высоких по занимаемым должностям гостей, была искренне рада. Мы стабильно работаем. 26 хозяйств, которые привозят нам молочную продукцию, и мы стабильно с ними работаем. И каждый поставщик понемножку увеличивает, увеличивает и увеличивает. Между официальными цифрами статистики уместно гордо сказать за молочную хозяйку, что Нина Ивановна на производстве всю сознательную жизнь не просто 50 лет на молокозаводе, а на самом деле пройдя путь от лаборанта до генерального директора. Визит солидной делегации совпал с ее 70-летием. Огромным опытом работы, тесными и только положительными связями делились в этот день и прямые поставщики, оценивая высокорекордные мощности Нижегородской губернии. Самое главное то, что это надежный партнер. Это сегодня не так просто найти надежного партнера, а зыщий партнер. Только один Алексей Степанов привозит в городец 20 тонн молока в день. А на экскурсии бурно муссировалась информация о том, что воловое производство продукции увеличивается как за счет роста продуктивности животных, так и за счет реализации инвестиционных проектов. Только в прошлом году в районах Нижегородской области было вновь построено и реконструировано 18 животноводческих ферм общей мощностью более 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Объекты были реализованы при государственной поддержке. Нам самое главное нужно понять, если развивается молочное животноводство, если с каждым годом увеличивается производство молока, а за прошлый год его произведено 570 тысяч тонн, и прибавка составила 4%, или порядка 23 тысяч тонн, значит, нам нужно понять, сможет ли все это молоко переработать в наше предприятие молочное. Молочное скотоводство ежегодно демонстрирует новые успехи, внедряются новые технологии производства, растут объемы молока. Звучала между гостями и важная информация, чтобы молоко, произведенное нижегородскими сельхозпроизводителями, было востребовано только нашими же молочными заводами. Бесперебойное снабжение любого молокозавода качественным сырьем лежит в основе его стабильной работы. Пример – хозяйство молочное, городецкое. Стабильность в 2021 году сохраняется? Да, конечно. Вот, например, в 2019 году нам исполнилось 90 лет колхозу. Колхоз продолжает работать. В этом году мы сработали также с прибылью. Вот сейчас готовится годовой отчет, доделывают бухгалтерия наша. На уровне прошлого года у нас будет, опять же, прибыль. Поднялась заработная плата, она будет около 42 тысяч рублей. Кстати, хозяин одного из самых стабильных хозяйств в области, позволяющий содержать более 600 молочных коров, в эти дни тоже отметил свое 70-летие. А колхозным хозяйством на земле городецкой наш интервьюер руководит более 38 лет. По окончании молочной экскурсии уже на общественном совете при региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов обсудили итоги работы отрасли животноводства в 2020 году и перспективы развития отрасли в 2021. Так, с профессиональной гордостью министр сельского хозяйства доложил, что в развитии животноводческих хозяйств региона в ближайшие 10 месяцев планируется направить более полутора миллиардов рублей федеральных и областных субсидий, при этом составляющие областного бюджета 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это почти на 15% больше уровня минувшего года. Так что к следующей телевизионной экскурсии ждем новых рекордов от Нижегородской области в сфере переработки не только молочной продукции, но и по всем направлениям. Мы с вами празднуем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. А вот по китайскому календарю Новый год наступает в середине февраля. И с этим праздником в Кавернинском районе поздравляют коров. У владельцев этого коровника в Кавернинском районе особое отношение к восточной культуре. Они встречают китайский Новый год не менее помпезно, чем смену летописи по Григорианскому календарю, то есть 1 января. Особенно это актуально сейчас, когда символ года бык. Надеемся на лучшее и на стабильность. По-моему, стабильность в сельском хозяйстве дорогого стоит. Ферма существует 4 года. К животным здесь относятся с особым трепетом коровам, включают классическую и успокаивающую музыку. Включаем морскую музыку с мелодией моря, шума кривоя, лесную музыку с щебетом птиц. В канун наступления года белого металлического быка помещение украсили новогодней атрибутикой. Рядом с елкой красуется съедобный бычок смоляной бачок. Среди этих коров, галшидской и герафорской пород, есть особая. Здесь живет лучшая корова России, и мы поэтому приготовили ей вкусный подарок. Корову по имени Фрося нарядили перед званым ужином. Вот моя наша умница, наша рекордсменка Фрося. Вот для тебя торт вкусный. Кушай, кушай. Фрося была отмечена не только как особо привлекательная корова на выставке, а она еще и рекордсмен Фонадо, и учитывая, что эти животные любят музыку в честь праздника, им организовывают концерт. Такое можно увидеть только на Нижегородской земле. Творческие коллективы из Кавернино ездят по району, чтобы поздравить животных с наступающим Новым годом по китайскому календарю. «Ты жемчужина моя, Кавернино наш дневный край, милая земля, при России процветай, родина моя». Дуэт под названием «Кавернинская централизованная клубная система» на сцене более 10 лет. За эти годы они выступали на межрайонных и даже межрегиональных конкурсах. Из-за пандемии часть концертов пришлось отменить. Они с нетерпением ждут наступления года быка по восточному календарю. «Хочется, чтобы пандемию, как говорится в народе, как корова языком слезнула. И 2021 год был самым лучшим годом». После праздника наступает время доения. По результатам прошлого года Кавернинский район – один из лидеров по надое молока. Они четвертые. Учитывая, как здесь относятся к животным, фермеры верят, что в год быка они станут лидерами и одарят положительно заряженным молоком не только нижегородцев, но и жителей близлежащих регионов. Наша программа подходит к концу. А значит, пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Сегодня в нашем сельском клубе для вас поет ансамбль «Добрый день» из Шахуни. Звучит песня «Клуб» Звучит песня «Клуб» НИРАШ, 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 НИРАФ Трава муравая, трава муравая, а травушка, муравушка, травушка, муравушка, алыми цветами, алыми цветами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Без прикрас. О людях, которые живут на селе, о сельскохозяйственном производстве и о путях вывода села из кризиса. Ну, а если у вас есть что-то интересное, о чем вы хотели бы рассказать нам, поделиться со зрителями нашей программы, пишите. Наш адрес 603-950, Нижний Новгород, улица Белинского, 9А, ННТВ, программа «Земля и люди». Мне, Николаю Таланову. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok